Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы поговорим о нумерологии. Если вы, как и я, интересуетесь этой темой, то давайте вместе разберем, на каком этаже лучше жить. Я заинтересовалась этой темой, когда начала искать жилье в Петербурге. И наткнулась в интернете на видео, где говорилось о том, на каком этаже лучше жить. И для себя я блокнотик выписала. Числа, которые мне подойдут и не подойдут. Ну и, как бы, если вам это интересно, то записывайте тоже. Значит, коллегистам и бизнесменам лучше жить на первом, третьем, пятом, девятом, десятом, одиннадцатом, девятнадцатом этаже. Разбогатеть и привлечь деньги в свою жизнь, вам поможет третий, пятый, четырнадцатый этаж. Для счастья в личной жизни лучше жить на шестом, пятнадцатом этаже. Исполнить желание поможет девятый, восемнадцатый, двадцать первый этажи. Кто хочет больше путешествовать, общаться, реализовать себя в творчестве и жаждет новых эмоций, для них подойдут седьмой, одиннадцатый, тринадцатый, шестнадцатый, семнадцатый этаж. И также перечислю не счастливые этажи. Это второй, четвертый, восьмой, двенадцатый, девятнадцатый, двадцатый, 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 двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый. Я в это верю. Почему-то. Видимо, потому что всю жизнь наша семья жила на втором этаже, и как бы нам почему-то всю жизнь не зло. Ну, другие этажи как-то более оправдали себя. Так что посмотрим. Сейчас я живу на 15-м, но планирую переезжать на первый этаж. Так что увидим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok